Мы обозначили жанр как трагикомедия, поскольку захотелось. Пьеса позволяла сделать и трагические, и драматические, и комические, и гротесковые, и абсурдные вещи. Поэтому жанр определили как трагикомедия, но скорее это коми-трагедия, то есть комедия-трагедия. Трагедия тут, в общем-то, вторыми планами, а на первой, конечно, абсурдистская комедия, милая, детская. И вообще это пьеса для детей. Публикована она в сборнике шведской драматурги для детей. Поэтому эту пьесу ставят во всем СНГ, в основном тюзы. Просто надо учесть, что Европа, она иначе разговаривает с детьми. Если вы понимаете, они с детьми говорят на совершенно взрослые темы, даже на те, на которые у нас и взрослые-то боятся говорить. Поэтому, естественно, что для нас это абсолютно взрослый спектакль, абсолютно взрослая пьеса. Такой материал. А вот какую сквозную идею сам режиссер вкладывал в этот спектакль? Не скажу я вам сквозную идею, грешно называть сквозную идею. Каждый зритель должен понять, что вкладывал режиссер. Но все-таки, поскольку здесь можно вычленить, может быть, несколько сквозных идей или ветвей. Но мне интересно, что режиссер сам-то вкладывал вообще-то. Это уже если перейти к какому-то философскому плану, психологически. Я не буду говорить это в интервью. Тайну. Надо отрезать это все. Не нужно никому никаких сквозных идей вообще. Ну, об этом можно просто отдельно порассуждать. Я сейчас не могу. Я волнуюсь. Хорошо. Тогда у меня такой вопрос. Вот одной из сквозных идей можно считать такую наоборотную идею, что в принципе как-то проводится мысль достаточно явственная, что вообще-то любить умеют не люди, а те, кто в общем-то не отдельно люди. То есть, в общем-то, есть такое ощущение, что по-настоящему любить в этой эпизе умеет только бывший индюк. Ну, как поняли, так и поняли. Ну, можно и так. Естественно, что, в общем, развитие образа Роберта идет к тому, что он в конце концов становится человеком. Это нормально. Нет, я имею в виду, что люди отягощены эгоизмом. Единственный персонаж, который не отягощен эгоизмом, а любовь и эгоизм, так сказать, чем больше эгоизм, тем меньше любви. У него еще нет этих чувств, еще, возможно, появятся. У него нет эгоизма, но уже есть любовь. Ну, знаете, можно так сказать, что хорошо бы было бы, если бы люди не были слишком отягощены разумом. Слишком. Понимаете, иногда все... Есть такая пьеса «Горе от ума». Так вот, от ума очень часто горе. Можно быть не разумом, а эгоизмом все-таки. Ну, так скажем, не разумом, а... Да мы закопаемся сейчас. Не нужно это там, начинаем передача лица. Это все не нужно абсолютно. Жанр не путайте. Хорошо. Ладно. Актеры сделали то, что было задумано? Как ощущения? Ну, в принципе, идеальных вещей вообще не бывает. Естественно, я еще не видел ни одного режиссера, который бы сказал, что он доволен пьес, вернее, доволен спектаклем, и что все актеры работали. Они сделали все, что могли на данный момент. Меня устраивает, я знаю, что они выложились максимально. Ну, а дальше это уже жизнь спектакля, он все равно будет расти, потому что будут актеры наживать, сами там какие-то индивидуальные находить уловки, индивидуальные краски, потому что роли позволяют, и спектакль позволяет развиваться. За счет чего вторые планы вы больше старались строить? Вот это должно было быть в игре актеров, или основная нагрузка падала на музыку? Именно там, где создавалась экзистенциальная линия, какая-то драматическая. Ну, я отдельно ничего не строил. Оно лепилось вот как из кубиков или гуго, невозможно расчинить, вот тут я сделаю вторые планы, я не знаю, оно само как бы вылезало там, где надо. То есть органично ложилось, вот нужно было только так, потому что когда начинаешь выстраивать вторые планы, очень часто они пропадают. Я имею в виду, подбор там музыки был уже по этой линии, по драматической, музыка же не случайно подбиралась такая? Ну, естественно, есть звучание пьесы, внутри есть звучание спектакля будущего. Естественно, что я подбирал, часть музыки я нашел до постановки, небольшую часть, и от нее уже начал строить, когда мы начали репетировать, и актеры стали проявляться в той или иной мере, я вдруг понял, что необходима совершенно такая музыка и еще другая. Поэтому пришлось перелопатить огромное количество музыки, и вот как бы здесь очень много современной музыки. Авторов, которые практически не знают СНГ, это зарубежные авторы, которые выкладываются на свободных сайтах в интернете, и как бы вот мало их кто слушает, но они у нас нечаянно так собрались под одной крышей. Ну, есть совершенно, то есть откровенно повторные мелодии, которые знают киноманы, меломаны уровня, не знаю, группы ВВ, которую мало кто узнает. Здесь была группа ВВ, и здесь был Курехин Сергей, вот. Ну, и дальше много чего было. Получается, что изначально эта детская пьеса все-таки зазвучала как со сквозной драматической линией, все-таки, да? Она там вписана, огромная драматическая линия, она там вписана. И вообще пьесу, так скажем, ну, пьесу немножко пришлось перелицевать, потому что финал совершенно другой, и вообще все. То есть финал, это, конечно, уже наотку при режиссеру, потому что очень часто драматурги не умеют делать финалы совершенно. Они просто вот набросали, пьеса вроде хороша, а финала никакого нет. Ну, это, наверное, нормально, режиссер уже там изучается как хочет. Я видел, как бы, постановки Индюка, и финалы там были совершенно другие, разные, и тут нужно какой угодно финал делать. По сценографии вопрос. Я не знаю, обратили ли зрители внимание на эти вот кроны, как бы, с веревками для повешения? Это тоже специально сделано? Ну, зачем для повешения? Это, может быть, хилые стволы закрученных деревьев, воздушных. Знаете, что в этой семье каждому хочется повеситься вообще-то как? Зачем так грустно? В общем, для того, чтобы повеситься, не обязательно пеньковую веревку. Нет, это ничего такого, это просто, как бы, остатки от садов Семирамиды, так скажем, висящие. Они именно вот в такой форме должны быть петель для шеи, я поняла. Какой остатки садов Семирамиды? Примерно. Примерно. Режиссеру Морозову хочется еще чего-нибудь поставить в этой жизни или нет? В этой жизни режиссеру Морозову уже ничего не хочется. А кто вы следующий? Ах, спасибо, я уже. Пока мне ничего не надо абсолютно. Я уже долго-долго буду приходить в себя по театральной части. Я понял, ладно, это уже такое было. Что я должна еще спросить? Такое, чего я не спросила, чего тебе хотелось? Ой, спасибо большое. И что? Два слова скажу по художникам. Я хотел бы сказать огромное спасибо установочной части, в частности, прекрасным декорациям, которые создал Михаил Котов, художник спектакля, и художник по костюмам Шаховская Людмила, которая, в общем-то, в принципе, обратили внимание. В общем, пьеса, в принципе, ожила благодаря, помимо актерской части, естественно, и благодаря костюмам, и декорациям. Декорациям я очень доволен, потому что это было очень важно, сделать декорации свежие, так скажем. Все.